Я приветствую вас, дорогие друзья, в эфире программа интервью на Томикен Бизнес. Меня зовут Диас Иркинов. Наш выпуск посвящен празднику, Дню Единства Народов Казахстана. И сегодня вместе с нами Италиева Толшин, главный эксперт управления по реализации проектов и работе со структурами АНК, а также РГУ Куамдак Келесым, Министерство информации и общественного развития страны. Здравствуйте, Толшина Натальевна, как у вас дела? Рахмет, все хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот Ассамблея народа Казахстана – это символ межэтнического единства в нашей стране. И можете рассказать, в чем уникальность Казахстана по сравнению с другими странами? Да, 1 мая мы отмечаем в стране День Единства. Это день, когда все этносы сплоченно отмечают такой большой праздник. И 1 марта 1995 года была создана Ассамблея народа Казахстана, которая действительно соединила все этносы, проживающие в Казахстане. И на сегодняшний день мы имеем уникальную казахстанскую модель мира и согласия, которая признана во всем мировом сообществе. Для представителей этносов у нас в Казахстане созданы практически все условия для сохранения языка, культуры. На сегодняшний день у нас возрастает число казахстанцев, которые владеют казахским языком. И в нашей стране проживают представители разных религиозных сообществ. Это и мусульмане, это и православные, это и буддисты. И все, я так думаю, что только в нашем Казахстане все представители разных этносов могут сесть за один стол и обсудить те вопросы, которые у них наболели. И Ассамблея в этом отношении, конечно, имеет очень большую роль. Межреснический мир и согласие, который у нас существует в Казахстане, это не что-то, что пришло само по себе. Это результат повседневной политики и практики государства. Это наш каждодневный труд. И объединяющим звеном этого всего является Ассамблея народа Казахстана. Вот в этом году Вы сказали, что с 95-го года образовалась Ассамблея народа Казахстана. Но в 1992 году образовался первый форум народа Казахстана, который в дальнейшем перешел на Ассамблея народа Казахстана, а теперь и народа Казахстана. Можете рассказать, как за эти годы формировалась, изменялась Ассамблея? Да, Ассамблея приобрела, конечно, очень большой статус на сегодняшний день. Это в 2007 году в Конституции Республики Казахстан были внесены ряд поправок. Ассамблее был придан конституционный статус. Они сейчас имеют право избирать в мажорист парламента Республики 9 депутатов от Ассамблеи. И это, конечно, значимое такое событие для общественно-политической роли Ассамблеи. В 2008 году президентом был подписан закон об Ассамблее народа Казахстана, аналогов которому тоже в мире нет. И это тоже, конечно, сыграло свою значимую роль в том, что Ассамблея сейчас является таким... Оно приобрело политический статус в системе нашей страны. В системе, в политической системе страны. Вот все-таки статус АНК, он консультативно-совещательный. Совещательный. Да. Вот можете рассказать, насколько эффективно АНК воздействовало и воздействует на политические решения в нашей стране? Мы, благодаря тому единству и согласию, которые царят в нашей стране, мы создали новое сильное государство. И это наше главное достижение, так считаю. Мы укрепили дух нации, мы создали фундамент для его развития. Мы, как бы сказать, Казахстан сейчас является таким полноправным и в то же время авторитетным членом мирового общества. Допустим, ОБСЕ, ООН, там все туда входим. И это вот является такими главными достижениями, которые все-таки, я так считаю, что это заслуга, большая заслуга Ассамблеи народа Казахстана. Такое гармоничное развитие международных отношений в нашей стране, оно всегда и было, и будет основным таким направлением государственной политики Республики Казахстан. Ассамблея, создавая этнокультурные центры, этнические СМИ, театры у нас есть, да, этнические, оно как бы намеренно направляет работу этих вот центров на воспитание казахстанцев, в том числе и молодежи, на высокое чувство ответственности в сохранении мира и согласия в обществе. Ну, все-таки, недавние январские события показали то, что сейчас строится новый Казахстан, жена Казахстана, и это не обойдет и изменение межэтнических отношений, в том числе и Ассамблея народа Казахстана. Вот по вашему мнению, как будет трансформироваться Ассамблея? Да, Диас, очень хороший вопрос. У нас сейчас такая основная задача после послания главы государства, о котором мы сегодня озвучили, да, новый Казахстан, новые направления, новая модернизация. И что значит новый Казахстан? Это перезагрузка общественных ценностей, это преодоление вот социальных и каких-либо проблем, которые у нас в обществе возникали. Это новое такое человеческое измерение в нашей жизни и ставка на более, как-то более, на человеческий капитал. Можете вот сказать, насколько вы согласны с тезисом, то, что представлять интересы этносов должен не глава государства, а сами делегаты? Ну, я считаю, что это правильно, потому что каждый представитель своего общества, своего этноса, они глубже знают те проблемы, которые у них есть, и какие нужно действительно проблемы поднимать именно на уровне сессии ассамблеи или же на уровне руководства. Естественно, да, это правильно. Хорошо, и давайте я вот зачитаю то, что на одном из последних заседаний Ассамблеи народа Казахстана заместитель председателя АНК Марат Азельханов заявил, что, цитирую, одним из направлений модернизации структур АНК является трансформация ассоциации предпринимателей. В рамках модернизации и перезагрузки всех общественных структур АНК полагаю, что настало время переосмыслить цели и задачи, а также обновить направление деятельности и планы работы ассоциации. Можете сказать, как именно будет трансформироваться ассоциация финансистов АНК? Да, значит, совершенно недавно действительно состоял заседание Ассоциации предпринимателей Ассамблеи народа Казахстана, и на котором ставился вопрос переформатирования данной структуры, совершенствовать организационные какие-то моменты и трансформировать полностью эту структуру. В каком формате, значит, оно будет проходить? Будет открыто, уже скоро будет открыто, единый фронт-офис, который будет работать в городе Нур-Султан, но будет координировать работу всех предпринимателей области. Там же будет работать обратная связь с предпринимателями области. То есть это будет диалог между ассоциацией, властью. Но все равно Ассамблея народа Казахстана, она как бы является институтом гражданского общества, но это как бы служит тоже площадкой между государством и, допустим, теми же предпринимателями. И это будет уже фронт-офис, который будет доступен всем. И те вопросы, которые у нас не решаются, они могут решаться через этот фронт-офис. Хорошо. Есть ли у вас еще что-нибудь, что вы можете рассказать об Ассамблее народа Казахстана, вот именно в ближайшем будущем? Ну, Ассамблея народа Казахстана, это не только этносы, это не только ассоциации предпринимателей. Ассамблея народа Казахстана, оно, как мы сами ранее уже говорили, имеет конституционный статус, является как бы институтом междуэтнического согласия в стране. И поэтому в Ассамблею входят более 100 представителей этносов. И активно работу проводят еще и общественные структуры. У нас есть общественные структуры, такие как Совет общественного согласия, Советы матерей, молодежное движение есть, ассоциации предпринимателей, мы уже сказали, клуб журналистов. Вот если вот коротко остановиться на каждой из них, вот по две строчки, я вам хочу ознакомить, что Ассамблея народа Казахстана, это не только представители этнокультурных объединений, это еще и представители Аксакалов, это представители активные такие, авторитетные люди, которые проживают в основном в Совете общественного согласия. Они у нас работают с 2014 года и в основном в отдаленных сельских местностях, в районах. Их работа заключается в том, что они проводят встречи с населением, слышат их проблемы, вопросы и доводят это все до государственных органов. Кроме этого, они принимают активное участие в благотворительных акциях, помогают нуждающимся, знают, что нужно для населения, какие вопросы им нужно решить. Вот помогают вот в этом направлении. Можете пример привести, короткий буквально? Ну, короткий пример, это может быть даже то, что, допустим, в отдаленном сельском округе долгое время не ремонтируется дорога, или же не строится школа. Советы общественного согласия, представители этого Совета общественного согласия, члены, они могут обратиться к Акиму, или же к депутатам, и поднять этот вопрос. Насколько он там будет, и как скоро это будет решаться, это, конечно, пока что. Время, это финансирование, это, естественно, вопрос не одного дня. Но, тем не менее, эти вопросы решаются. И практически они у нас, я бы даже сказала, что решаются неплохо. Ну, то есть у этих общественных объединений есть такой некий свой голос, который слышат... Да, конечно, да, да, да. Мы проводим вот в регионах Советы общественного согласия, форумы Советов общественного согласия, заседания Совета общественного согласия, где поднимаются эти вопросы, которые действительно необходимо решать. Вот не каждый человек может обратиться, допустим, даже в местный исполнительный орган для того, ну, со своим наболевшим вопросом. Через членов Советов общественного согласия эти вопросы решаются. А также у нас Советы матерей очень активно работают в регионах. Советы матерей у нас, как бы, координируют работу по вопросам воспитания подрастающего поколения, по сохранению семейных традиций, каких-то обычаев, вообще семей в целом. Да, да. И именно вот именно эта структура в прошлом году у нас, как бы, глава государства обратил внимание именно на эту структуру. Оценил их работу. Оценил работу этой структуры, да. И на состоявшемся расширенном заседании Совета Ассамблей народа Казахстана, который состоялся в октябре месяце прошлого года, дал, как бы, поручение разработать и реализовать республиканский проект «Мадинеттана», «Мадинетта-Олт». И вот в конце марта этот проект был разработан и реализован. И мы так считаем, что практическая реализация этого проекта нам позволит подключить потенциалы активных женщин в регионах для общественно-политической жизни страны. Они также будут принимать активное участие вот с такими проблемами, которые мы не можем услышать сидя здесь, но они там на местах эти вопросы могут поднимать, и мы будем уже знать, что там и какие вопросы возникают. То есть им присваивается такой некий официальный статус? Да, да, да. Они будут уже, как бы, это самое. Есть советы медиации. Но советы медиации, вы знаете, что на сегодняшний день медиация является одним из таких эффективных способов разрешения споров. Советы медиации у нас в Ассамблее созданы с 2015 года. У нас есть один республиканский, 19 региональных советов. Во всех регионах открыты кабинеты медиации при Ассамблее народа Казахстана. Ну, в регионах исполнительный орган, или как бы рабочий орган, назовем, да, Ассамблея народа Казахстана. Это Куамка Келеса, так же, как и у нас здесь в республиканской регионах. Медиация, это такой некий орган, который помогает решать вопросы, не обращаясь при этом в суд. Правильно, правильно. Да, вы правильно понимаете. Закон о медиации был принят в 2011 году. Уже 11 лет этот закон действует у нас в Казахстане. И с 2015 года этот институт как бы был взят под крыло Ассамблеи тоже. Потому что у нас очень много конфликтных ситуаций возникает именно в отдаленных сельских округах. Именно между... бывают конфликты, когда ими привлечены представители разных этносов. Это уже... если вовремя не решить этот вопрос и не предпринять какие-либо меры, это может перейти в межсетнический конфликт, чего мы не можем допустить. И поэтому наши советы активно работают именно в этом направлении, над профилактикой конфликтных ситуаций. В рамках профилактики этого института нами разработана учебная программа по подготовке именно этномедиаторов, переговорщиков. У нас есть еще медиаторы, а это этномедиаторы. Они глубже изучают народные... Они как бы именно межсетнические конфликты. Специфику народов. Да, да, да. И этот проект у нас в пилотном проекте был реализован в Жамбулской области в начале марта месяца. И я так думаю, что, наверное... Ну, мы предусматриваем его дальнейшую реализацию практически во всех регионах. То есть будем обучать во всех регионах готовить этномедиаторов, переговорщиков из числа тех, кто непосредственно работает, взаимодействует с населением. Это в основном сельские акимы, это участковые инспектора, это заочи школ по воспитательной работе. Ну и есть у нас еще общественные медиаторы, которые непосредственно работают и принимают вот такое активное участие в разрешении конфликтов на селе, в отдаленных районах. Ну, надеюсь, что межэтнических каких-то столкновений у нас будет как можно меньше в Казахстане, потому что это, я считаю, недопустимо. Потому что Казахстан — это такое огромное государство. Сколько у нас народностей? 130, более 130 даже. Более 130. Да, у нас полиэтническое государство, которое, но, знаете, у нас, если конфликты и возникали, я сама отработаю с первыми днём медиатором, да, конфликтов именно межэтнических у нас не возникало. Если конфликты возникали, это все начиналось на бытовой почве, или же семейные конфликты это были, которые, вот если вовремя их не остановить, то они могут перейти. Но, тем не менее, сказать, что конфликт возник из-за того, что это вот именно межэтнический характер носил, такого у нас практически не было еще. Я думаю, что его не будет, потому что мы сейчас уже начали принимать меры по подготовке именно этно-медиаторов, этно-переговорщиков. Спасибо вам большое. Я напомню, с нами была Италиева Толшин, главный эксперт управления по реализации проектов и работе со структурами АНК, РГУ Кухамдак-Келеса, Министерства информации и общественного развития РК. Вот таким вот образом, дорогие друзья, мы с вами рассказали о Ассамблее народа Казахстана, ее трансформации. Напомню, что сегодняшняя наша программа была посвящена Дню Единства народа Казахстана. Всего доброго, берегите себя. День Единства народа Казахстана